Режим повышенной готовности ко второй волне паводка ввели в микрорайоне Затон. Решение об этом накануне приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям. Отметим, утром 14 июня уровень воды в Аби составил 538 сантиметров, что всего на 2 сантиметра ниже критической отметки для барнаульского поселка Затон. Редкое природное явление для Сибири случилось в Рубцовске. Горожане стали свидетелями смерча, написала газета «Комсомольская правда Барнаул». Как выяснилось, видеоролик о сильном вихре рубцовчанин опубликовал в интернет-сообществе одной из соцсетей. По словам очевидца, смерч произошел вечером 12 июня в районе вокзала. При этом каких-либо негативных последствий от него никто не заметил. Зато спустя сутки в Рубцовске воцарилась настоящая стихия. Прошел ливень со шквалистым ветром и градом размером с перепелиное яйцо. Сегодня в Наукограде начал работу международный выставочный проект «Крестный путь». Он объединил около 150 работ, весь спектр произведений религиозного искусства. Иконы, в том числе резные, золотое шитье, миниатюры, мозаика, а также религиозная живопись, графика, прикладное искусство и арт-фото. На полотнах видение событий 1917 года художниками из России, Грузии и Финляндии. В память о тех трагических событиях и организована данная экспозиция, которая крестным ходом проходит по всей России. С начала года ее посмотрели жители 15 городов. Подробнее о международном проекте читайте в газете «Бийский рабочий». Елена Макаренко, Наши новости.